Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Смолова Ксения Петровна, 1932 года, 24 февраля. А где вы родились? Жили, родилась я в Смоленской области, Хомж-Жуковский район, далеко от Смоленска. На трассе город Белый, Вязьма, Большой Большак был. Поэтому, как началась война, мы сразу узнали. Утром встали, и уже шум, гам, разговор, все, была война. Отца взяли в армию, конечно, у нас было четверо детей, остались с матерью. Лето было нормальное, потом пошли, фронт пошел, дошел до нас, мы ближе были к Латвии, туда, в этой стороне, к западу, то есть. И поэтому рано немцев увидели. Пришли, начали кур сначала. Все очень любили кур, кур у нас много было. Коров убрали, вывезли наших тоже коров вместе с фермерами, то есть с совхозными, колхозными. Колхозы там были тогда, а не совхозы. Убрали коров, а кур, конечно, мелкая. Начали они гонять кур и очень любили. Ну, потом фронт прошел немножко подальше. Дальше они ушли. Так спокойно, более-менее пожили. А зимой, среди как раз зимы, начали эвакуировать. И до нас дошла очередь. Идет огромная колонна женщин с детьми на саночках. По обе стороны идут на лошадях немцы. Немецкая на саночках, двое саночки. Одни впереди, другие сзади на саночках едут. И колонна вот таких бедных, с детьми на руках. Вогоняли всех подряд. Ну вот, хотела не плакать, но не сдержаться. В соседке был отбоя маленьких детей. Ну, я уже была большая, все-таки мне 8 лет, было 9 год. И слепая бабушка была у нее, мать. И выгнали тоже. Гнали всех, кто оставался. Молодые как-то почувствовали, что ли, убежали в лес. Но нам четверо детей и соседка рядом. И вот эта соседка с двумя детьми на саночках. А я вела уже слепую мать. Ее гнали. А большак большой. Далеко вот. Мы ближе к Вязьме жили. К Смоленску. А от Смоленска далеко было это. Первая остановка по дороге, по этому большаку колонна идет. Это что-то ужасное. Они едут по обе стороны. На санках по отдыху отдыхают, которые идут. Потом взяли наших детей, посадили на санке. Кое-кого кто нес на руках. И проехали, проехали, порядочно мы шли. Подходим, наши дети, которые были взяты у детей, кучей лежат в стороне, на снегу. Младшая наша. И мама дала тоже младшую девочку, чтобы провезла она. Но с тех пор она стала больной. И до 30 лет жила со мной больной. Ну вот. Потом, значит, остановка. Дальше. Это уже, не знаю, какая деревня. Ближе к холму туда. Или к Вязьме там. Что было? Раньше меди развитые были. Меньше знали, к Вязьме или что. Ну, ночлег был. В деревне распределили там, кто где, как мог. Где-то. А утром, когда стали уходить уже, один дом был закрытый. И, оказывается, и бабулю, которую я вела, ну, я до конца ее не довела. Там немножко уже она как-то там ушла. Или я ушла, к маме подошла. Ваша мама в стороне осталась, на руках был маленький. Мы отошли далеко. Было большое пламя. Бабушки это не было. И уже была сортировка. Кто не мог, то ясно, что стало. Ну, и потом дальше, дальше. Шли, погрузили, до какой-то станции дошли. Не буду я выдумывать. Это не Смоленск, конечно, была какая-то узловая станция. Погрузили в товарные вагоны. В товарные. Посредине стояла, эта зима же была холодная. Посредине стояла круглая печка. Ну, вот, по очереди подходили, сушили. Потом дорога ехали-ехали. Какой-то перекус был. По очереди выводили там по лесенке. Гречневой кашей кормили. Не перебрады как-то там, в общем, сосали ее. Здесь нельзя было. Дальше доехали до Урши. До Сафонова. Другие вагоны перегрузили. Дальше до Урши доехали. Урша была полная сортировка. Там отбирали молодых. Сортировали. Молодых отбирали. Ну, моя старшая сетра немножечко постарше была. Но, тем не менее, еще была маленькая. В общем, слезы, стоны, сортировка. Молодых вагонов там, куда отбирали все. Побыли мы там недолго. Ну, сколько-то порядочно были. Огромный барак, сарай. Сарай. Набитый соломой по краям. Солома кругом. На этой соломе вот мы все спали. Посредине огромная-огромная железная печка. По очереди подходили греться к этой печке. Хотела не плакать. Потом, сколько мы там были, не знаю, опять в вагоны. Опять повезли. Потом доехали до Шклова. Шклов это, не знаю, что Беларуси или Польши уже. В общем, Шклов слышала, знала, говорили. Почему до Шклова доехали? Начали сортировать в вагонах больных. У меня мама и сестра ТИФ. Пошел ТИФ по вагонам. ТИФом болели. В сарае. Я с маленькой на руках. Трое в больнице. Мальчишка еще у меня был. На три года моложе меня. В детской больнице. Мама со старшей сестрой в другом лагере. Пришла в этот лагерь. Вот как этот зал большой. Длинный такой барак. Солома по углам. По краю солома. Мама приходила в сознание. Старшая сестра рядом лежала. Вообще в сознании была. Только плакала. Мама им давали какие-то. Какой-то типа жмыхи и хлебушка. И мама в сознание приходила. Этот хлебушка клала у головы. Отдавала нам. Но нас один раз кормили. Там то ли школа, то ли барак такой большой был. Один раз в день давали есть нас. С маленькой. Когда что. Ну, в общем, чаще была греча почему-то. Ну, не крупа греча, а просто не обоборная. Потом сколько мы, долго мы там жили. Почти до лета. В этом лагере. И пока мама поправилась. Ну, наверное, в это время нас уже повезли дальше. И привезли до Польши. Довезли. В каком городе мы остановились? В местном. Не в городе, а уже в лагере. Лагерь большой, длинный. И мы же-то в начале просто так у входа ночь переночевали. На второй день приехал фермер. Отбирал и спрашивал у всех. Но говорил на ломаном русском языке. Кто умеет косить, пахать. Вот. Мама объявилась, что она умеет. Он взял нас к себе. Это пан Улевич был. Едвига Викторовна, Яня старшая, Стас младший. И Вадик маленький совсем. К нам неплохо относились. Даже иногда в празднике за общим столом. Большой огромный стол. У них такой круглый. Богатая такая семья. Фермеры в них работали. Мужчины. Мама выполняла полевые работы. А зимой за скотом ухаживала. Меня взял мельник. Взял для детей, поить детей, ухаживать за маленькими детьми. Но болела его почему-то долго жена. И поэтому физические работы делала я. У него был работник. Помогал мне немного. Я уже научилась тогда, еще дома не умела доить корову. Насколько я это официально делала, но мельник, панцебульский мельник, у него много было заездов и все. И я как-то умела печку топить, хозяйка болела. И даже доить корову научилась. В воскресенье она меня отпускала к маме. Но мама работала тяжело. Мальчишка уже начал коз пасти, коров пасти начал. Маленькая девочка уже начала ходить. И так, ну, года два я ей года с чем-то кур как бы отгоняла. Ну, в общем, чем-то занималась. Рядом жил панц... Писатель наш. Я пыталась допытаться, что это писатель. Потому что, когда я ходила к нему по делам, хозяйка меня отправляла к соседним зачем-то. И я посмотрела этот парень, молодой, красивый, на чердак. Жил на чердаке. То есть, я догадалась потом уже, что он скрывался, видимо, от чего-то. Ну, в общем, так мы долго жили. Ну, как... Жили, работали, кормили. И мельник тоже мне кормил, поскольку я печку топила и что-то готовила. И сама ела. Ну, за общим столом, конечно, не ели. Но, тем не менее, относились по-человечески. Условия терпимые были. Что? Условия терпимые были. Терпимые, да. Терпимые. Вот дорога. Я зато говорю, что у нас дорога. Это я до сих пор и дома плачу. Потому что это просто невыносимое было. А так терпимо было. Ну, конечно, когда вот кончилась война, Сразу мы хотели. Они оставляли. Улеич очень маму оставлял. Но мы дня не хотели. Сразу уехали домой на родину. Ну, а на родину, когда приехали, Разбитый весь дом. У нас был большой дом. Ну, полуразбитый. Ну, здесь уже трудности. Здесь уже... Немножко власть уже помогала. На четверых, на четыре семьи сразу дали корову. Что-то было. Какое-то молочко. Но корова была, по-моему, немецкая. Она быстро сдохла. Ну, короче, это уже мелочи. Ну, в общем, все было уже нормально. Начались... Отец, конечно, погиб на фронте. Не вернулся. Началась нормальная жизнь. То есть нормальная. Два года, три года в школу отходила. Поехала в Ленинград. В Ленинграде маме она подруга жала. Я приехала к ней. Здесь все. Продолжала дальше учиться, работать. Вот вся моя жизнь. Вышла замуж. Муж очень хороший был. Дети хорошие. Все кончили институты. Все нормальная жизнь. А она сказала, а как вас освободили? Ну, в смысле, не освободили? Или когда Польша была освобождена советскими войсками, я так понимаю, вы самостоятельно уехали? Да, 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 да. Как освобождали? Ну, несколько было эпизодов таких, что схватки были. Видно, партизаны были? Не видно, а партизаны, конечно. Стрельба была, шум был там такой. Бегали, смотрели там. Вот такие несколько эпизодов было этих. Не просто спокойно мы там жили почти три года. Неспокойно. Ждали, боялись, пугались. Но так, чтобы вот не проходили. Это, видимо, брожельца была эта деревня. То есть хутор этот. Река была большая. Понимаете? И там не было. Не буду я выдумывать ничего. Только вот несколько раз я видела вот эти схватки. То есть вот партизаны, видно, выходили, то ли выходили. Ну, были. По какому поводу выходили? Ну, начало войны это вообще. Мне попало уже. Скажите, вот когда вы работали в Польше, до вас доходили какие-нибудь новости в ходе войны? Пытались, пытались. Мы дойти, интересовались, конечно. Ну, чаще выходили то, что России не будет. Почему-то они не возражали. Они уже маме наметили, что вот с баней он на первое время сделает нам домик. Они надеялись, то есть, что не будет. Вот такие вести были. Ну, вот. Мой хозяин тоже говорил, что вот вырастешь большая, найдем тебе жениха. Вот такие. То есть они мечтали, что мы будем побеждены. Но зато, когда кончилась война, мы услышали мир. Хозяин побежал, руки кверху поднял. И все закричали, закричали «Ура!», очень-очень радовались. Мнимо это было. Но для нас рисоваться нечего, потому что здесь пошли как-то, войско поехали. То есть мы далеко жили все-таки. Близко я войско этого не видела. Но вот как-то так вот разговор какой-то, шум какой-то так. Вот такое что. Вот так все. Спасибо вам за рассказ. Вы бы хотели что-нибудь передать, пожелать нашей сегодняшней молодежи? Да. Если в Польше брожельцы жива, они должны быть живы. Родителей-то нет. Ядя старшая, Лизавета Ивановна, Ксения Петровна, Лиза, Ксения, Миша, Аня. У вас жили. Передаем вам искренний привет. Нет, я осталась одна, Ксения, вторая, которая пожелала Цибульского на мельнице. С мельницей он, когда я уезжала, дал мне килограмма два-три муки. Стас, Стас, Вадик, Стас, Вадик, да, и Ядя. Привет вам всем большое-большое. Вы живы. Помню в репу, помню вашу доброту к нам, что за общим столом. И жили недалеко от вас, да почти в одном доме. Спасибо вам. Помним вас. Спасибо. Вы согласны, что наше интервью будет выложено в интернете, на сайте «Живая история» для всеобщего доступа? Да, я ничего не придумала. Слезы зря, они текли. Спасибо вам огромное. Пожалуйста.